Девушки отдыхают Ну, ты многого не знаешь. Сегодня у нас будут очень полезные блинчики со шпинатом, моя дорогая. Они будут зеленого цвета у нас. То есть вот этот вот шпинат, которым огромное количество витаминов и сплошная польза, каким-то образом мы соединим с блинами? Совершенно верно. Мы его измельчим таким вот образом, кладем его в наш комбайн чудесный. Так. Сразу приступили к действиям. И добавим в тесто. Добавим шпинат в тесто. Вы пробовали такое? Никто, Танюш. Вот так вот. Ну, мы его, конечно, помыли, убрали вот эти черешки толстые. А сколько шпината нам понадобится? Нам понадобится где-то 100 граммов шпината. Хорошо. Для того, чтобы шпинат измельчился более однородно, мы сюда добавим немного подсолнечного масла. Это поможет ему превратиться в такое пюре, которое нам будет необходимо для того, чтобы мы ввели его в тесто. Мы сделали это. Наш шпинат готов. А сколько растительного масла влить нужно было? Где-то 50 граммов оно нам понадобится, когда мы будем смешивать с тестом, оно нам понадобится для жарки блинов. Теперь мы приготовим тесто для блинов. Мы берем 2 яйца больших, где-то 350 миллилитров молока. Ввожу я не все молоко, буквально немножечко. Давайте снимем наш шпинат, он уже готов. Включим машину. И добавляем муку. Пока наш комбайн приготовляет тесто, мы освободим шпинат. Пюре из шпината имеет очень красивый цвет. Теперь мы смешиваем наше тесто с вот этим чудом. Вуаля, наше тесто готово. Посмотри, какую красоту мы с тобой приготовили. Какой красивый, насыщенный, фисташковый, я бы сказала, цвет. Да. А консистенция, как у обычного блинного теста. Слушай, действительно такая однородная. Из столько воздушных пузырьков, я думаю, блинчики получатся очень хорошие. Как раз будут ажурными. То, что говорила бабушка наша, что блинчики должны быть в дырочку, и через них мы могли читать газету. Серьезно? Вот так бабушка говорила? Моя бабушка так тебя не учила? Нет, моя бабушка вообще не читала газет. То есть блинчики у нас все-таки получаются не сладкие. Эти блинчики будут солеными, они будут подаваться с сырным соусом. Это еще не все. Готовим сегодня не только блинчики, мы сегодня готовим целый торт с тобой. Слушай, ну детям понравится, как ты думаешь? Ты пробовала детишек угощать этими необыкновенными блинами? Ты знаешь, их прельщает цвет. Они-то не знают, что там шпинат, который они не очень любят. И все детишки любят сыр, мои знакомые. Поэтому этот тортик с удовольствием едят дети. Проверено на своих. То есть мы решаем сразу несколько проблем. Во-первых, дети, да и взрослые едят шпинат, а это очень полезно. Во-вторых, мы разнообразили меню на нашей кухне. Разогреваем нашу сковороду. Добавляем туда немножечко подсолнечного масла, чтобы наш первый блин не был комом. Кстати, здесь наверняка есть еще один секрет у Танечки Литвиновой, чтобы первый блин не был комом. Мы добавили сюда, когда измельчали шпинат, немножечко подсолнечного масла, но этого, мне кажется, будет недостаточно. Мы еще немножечко добавим в тесто. Это как раз делается для того, чтобы блины хорошо отставали от сковороды. Конечно. Я добавляю сразу в тесто масло, и нужно очень хорошо разогреть сковородку. Чтобы блинчик получился тоненьким, нужно взять не очень много теста. Не просто тесто, а тесто со шпинатом. Слушай, а вот так для того, чтобы блины получались цветные, а при этом не использовать красители, а что-нибудь натуральное, что еще можно в тесто добавить, как ты думаешь? Ты знаешь, можно добавить куркуму, они тогда будут ярко-желтые, почти оранжевые. Да, как солнышки. Можно добавить свекольный сок, они тогда будут розовыми. Можно сделать трехцветные такие вот блинчики, спечь их маленькими, и украсить таким образом какое-то такое замысловатое блюдо. Класс. Теперь я уменьшаю температуру немножечко. Если говорить о шпинате, он входит в большинство диет. То есть все диетологи говорят постоянно о том, что шпинат – это ингредиент номер один, если мы следим за своим здоровьем и хотим спросить вес. Если говорить о его полезных свойствах, он очень богат белком. Несмотря на то, что это зелень, да, непривычная немножечко. Это звучит. То есть спортсменам, подрастающим организмам шпинат необходим. Безусловно. И если вы в салаты будете просто даже вместо салатного листа добавлять шпинатные листья, мне кажется, это очень вкусно. Но если ваши домашние не очень любят шпинат, мы… А это прежде всего дети привереды наши. Да, то мы их вот так вот обхитрим, как сегодня. Если зимой нет свежего шпината, можно использовать замороженный? Я постоянно использую замороженный шпинат и очень люблю его добавлять в различные пироги соленые. Уже перевернула, Танюша, первый блинчик. И действительно, он не комом получился, а так, как надо. Первый блин можно уже снимать, он готов. Выкладываем мы его на такую вот красивую тарелочку. Пока мы испекаем с тобой блинчики, мы можем приготовить сырный крем, который будет в нашем торте. Да, мы же, как выяснилось, готовим целый блинный торт. Для этого нам понадобится 10 мл сливок. 30-35% где-то я беру жирные сливки сюда. Выливаем их в сотейник. И натираем сыр на терочку. Ставим температуру среднюю, но при этом мы не забываем о том, что нам нужно переворачивать блины. Ну, конечно. Слушай, так интересно, они зеленые и все равно румяные. Очень красиво. Румяные и тоненькие, видишь, несмотря на то, что мы используем шпинат, все равно наши блины остаются тоненькими. Смотри, какие дырочки образовываются, видишь? То есть он такой. Хочешь попробовать блинчик? Да, попробуем. Давай. Горячий блинчик, он самый вкусный. Слушайте, зеленый блинчик. Это очень вкусно. Да. И полезно. А пахнет, как вот блинчик, который мы без шпината печем. То есть, в принципе, если ребенок привереда и вообще не хочет слышать о шпинате, он подумает, что все как обычное, а мама просто волшебница. Да. А по вкусу это необычный блин. По вкусу это действительно блинчик, в котором есть какая-то добавочка, очень свежая и приятная. Да. Какой сыр нам нужен? Нам нужен, я вот выбрала для этого соуса сыр. Нам приблизительно понадобится около 100 граммов такого сыра. Мы его натрем на терочку прямо в сотейник, на крупную терку. Сливки уже горячие? Они тепленькие, их не нужно доводить до кипения, нужно их просто нагреть, чтобы растворился сыр. Смотри, этот соус приготовляется буквально в считанные минуты. Буквально растворяется сыр. Пока этот процесс происходит, мы добавляем сюда немного мускатного ореха. Так, а почему именно мускатный орех? Он сюда очень хорошо подходит. Для сливочно-сырных соусов используют из 100 случаев в 100 случаях. Немного чеснока. И чесночок. Конечно, куда же мы без чеснока? Один зубчик достаточно? Я думаю, что будет достаточно. Какая сразу классная консистенция, кремовая получилась. Так. И наш соус готов. Он уже начинает закипать, мы его снимаем с огня. Хочу попробовать его? Да. То есть ему остывать не обязательно? Нет, мы можем блинчики намазывать прям горячим соусом и подавать сразу же на стол. Угу. В принципе, похоже на бешамель, да? Похоже. Только тут же нет муки. Нет муки, здесь нет яиц, здесь только сливки и сыр. И плюс он нежный очень. И быстрее готовится, чем другие соусы сложные. Такой тортик может быть высоким, если много блинчиков. Конечно. Или лучше несколько невысоких сделать. И смотри, какая компания. Если у тебя там борцы сумо опять к тебе пришли в гости, то... Постоянно. Уже не знаю, куда от них деваться. Очень красиво. Довольно насыщенно. Мне даже кажется, что когда блинчики остывают, вот этот цвет, который дает шпинат, еще ярче становится. Конечно, да. Видишь, как они потемнели. Мне еще нравится, что мы, в принципе, не дожидаясь. Только блины испеклись, только соус приготовился, и все тепленьким собираем в этот тортик. А если он постоит, он, наверное, еще вкуснее станет. Он пропитается. Только нужно будет его подогреть. Конечно, пленочка пищевая нужно будет закрыть, чтобы он не подсох. Ну что, последний блинчик мы испекли. Укладываем его. У нас осталось немного сырного соуса для того, чтобы мы закончили нашу композицию. Мне очень нравится сырный соус, но все-таки немножко жаль, что зеленый блинчик под ним скрывается. Но мы все видели, мы знаем, что блинчики в этот раз зеленые. Вот эта закуска, безусловно, может быть украшением для праздничного стола. Итак, наш тортик готов. Осталось только его украсить. Мы используем два вот таких вот смешных разноцветных помидорчика для украшения. Ты не до конца разрезаешь? Да, потому что они у меня послужат карманчиком таким. Один пойдет тебе в тарелку, другой ко мне. И что хорошо, несмотря на то, что шпинат доступен в свежем виде не круглый год, такие блинчики со шпинатом мы можем готовить в любой месяц года, потому что шпинат всегда можно достать за мороженым. Для приготовления блинного теста мы использовали яйца, молоко, муку, соль и немного растительного масла. Все ингредиенты тщательно смешали в блендере. Затем приготовили шпинат. Свежий или свежемороженый шпинат измельчили в блендере, добавили растительного масла и снова измельчили до образования однородного пюре. Затем в шпинатную массу ввели тесто для блинов и еще раз перемешали. При необходимости добавьте еще немного растительного масла, чтобы блины легче выпекались. Блинчики со шпинатом выпекайте на разогретой сковороде с использованием растительного масла. Готовим соус. Сливки влейте в небольшую кастрюльку и нагрейте на слабом огне. Твердый сыр натрите на мелкую терку и добавьте к сливкам. Далее черный молотый перец, мускатный орех и измельченный при помощи чесночницы чеснок. Посолите, все тщательно перемешайте и варите на маленьком огне в течение трех минут. Готовые блинчики со шпинатом смажьте сырным соусом, украсьте помидорами черри и зеленью. Наш торт из блинчиков со шпинатом и сырным соусом готов. О, слушай, какой он красивый такой. Слои зеленые и нежный сливочный соус. Самый настоящий тортик. Ох и вкусные блины со шпинатом. Сырный соус это отдельное удовольствие, которое сделало из этого тортика просто настоящий шедевр. Спасибо тебе, моя дорогая. На здоровье, наслаждайтесь. Спасибо. Спасибо.